Доброе утро! Я хотел бы всех сердечно поприветствовать на этом библейском семинаре. И мы хотели бы рассмотреть сегодня такое понятие, как значение Ветхого Завета для христиан сегодня. Известно, что для многих христиан Ветхий Завет несколько игнорируется, и в проповедях большая часть Ветхого Завета, она играет небольшую роль, стоит особняком, поэтому и навеяло все это провести тему значения Ветхого Завета для христиан сегодня, в его значимости и в его актуальности на сегодняшний день. Основополагающим принципом нужно отметить следующее, что Ветхий Завет является богодухновенным Словом Божьим. В этой связи мы прочитаем 2 Тимофея 3,16. Я поясню контекст. В стихе 15 апостол Павел говорит так. «Притом же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса». И далее «Все писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». «Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен». Мы видим в 15 стихе апостол Павел говорит о детстве Тимофея. Он рос в еврейской семье, и поэтому с детства его мама и бабушка, они преподали ему Ветхий Завет. Поэтому и написано «ты с детства знаешь священные писания». Кстати, слово «дитя», греческое слово «префос», и оно означает именно «с грудного возраста». То есть, другими словами, Павел говорит ему «ты с грудного возраста знаешь священное писание». И священное писание – непривычное слово по-гречески «графе», что означает «каждая буква, она богодухновенна». И не просто какая-то мысль или какое-то слово, предложение. Также и слово «священные» означает здесь не просто «отделенный», а по-гречески «герус». И это родственное слово с «герон», и это отсылает нас к области храмовой Ветхом Завете. И означает следующее, что «священные писания, которые соответствуют святости храма». Мы должны знать, что не было разрешено какие-либо иные писания, кроме священных писаний, приносить на территорию храма. Конкретный пример. Кто-либо заходит и подмышкой несет свиток или книгу, условно говоря, поэма Одиссея, и проходя через золотые ворота, левиты, которые были охранниками, стоящими возле ворот, могли бы спросить, что это? Поэма Одиссея. Ничего подобного. Только священное писание. Но даже если бы кто-либо пришел с книгой Маковеев, его также не пустили бы на территорию храма. Потому что апокрифы, они были полностью отстранены, отклонены. И они четко понимали, что последняя книга – это книга пророка Малахии. И после этого никакой Божий пророк не восставал больше. И поэтому все остальные книги, помимо священных писаний, они не были приняты. И поэтому мы видим, что храм заставил евреев четко определить, что относится к канону, а что нет. Это не была такая ситуация, где кто-то мог подумать так, а другой иначе. Ничего подобного. Это было четко определено, и точки были расставлены над «и». Что является каноном Слова Божия, а что нет. И поэтому апостол Павел говорит, что ты знаешь священные писания. Ну давайте прочитаем еще стих 14. «А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе верено, зная, кем ты научен». Понятно, 15 стих говорит о Ветхом Завете, но 14 стих «пребывай в том, чему научен, и что тебе верено». В немецком языке не совсем понятно, здесь имеется в виду одна личность или множественное число. В греческом языке четко можно обозначить и понять, что речь идет о многих людях. Кто эти люди? Апостол Павел, Лука, который находился в непосредственной близости апостола Павла и так далее. И в 15 стихе речь идет о новоапостольских, вернее, новозаветних писаниях, об апостольских писаниях. И поэтому 16 стих можно теперь очень хорошо понять. Все писание Бога Духновенного. То есть 14 стих говорит о Новом Завете, 15 стих говорит о Ветхом Завете, 16 стих. Почему все? Почему ставится акцент? Речь идет, как я уже сказал, о двух заветах, о двух книгах Библии. И все эти книги, как Ветхий Завет, так и Новый Завет, являются Богодухновенными. И второй пункт нашего конспекта, он обозначит, как все Писание является Богодухновенным. И не только каждое слово, каждое предложение, но и в том числе каждая буква. Я хотел бы перевести слово Богодухновенно. Теопноуснос по-гречески означает буквально дыхание Божье. Не так ли? Если я говорю без дыхания, и оно, если я хочу что-то сказать, соответственно, проходит через мое горло, речевой аппарат, язык, губы, все задействовано. Но если бы не было дыхания, никаких бы звуков не было бы воспроизведено. Только посредством дыхания мы можем разговаривать. И поэтому, когда мы говорим, что все Писание Богодухновенно, нужно понимать следующее. Бог говорит посредством Священного Писания к нам. И это еще больше, чем просто сказать, что авторы, которые писали Библию, являются Богодухновенными. Это верно. 2 Петра 2, 21. Можно было бы так сказать, что пророки, которые писали Ветхий Завет, они писали не только Слово Божие, но и свои какие-то мысли привнесли. И это была бы некая смесь. Но здесь написано, что не авторы являются Богодухновенными, и их Писание, а все Писание Богодухновенно. То есть, конечный продукт, то, что содержит Слово Божие, то, что содержит Писание, оно Богодухновенно. Есть такое лжеучение, так называемое Карл Батта, и он говорил следующее. Кстати, он позиционировал себя как неоортодокс, и он не был, конечно, ни новым, ни ортодоксом. Лжеучитель. И он говорил так, что Библия содержит Слово Божие. Но это означало бы, что в этом слове замешаны также и какие-то другие слова или мысли. И вопрос, а что является Божьим мыслью? А что является человеческой? У него было еще более закручено. Он говорил о том, что в зависимости от обстоятельств, в зависимости от контекста, можно воспринимать тот или иной текст Божьим или человеческим. Нет, ничего подобного. Все, что написано в Писании, является Бога Духновенным. И Новый Завет, и Ветхий Завет, это непосредственная речь, непосредственное обращение Бога к нам. И таким образом, мы читаем, что это Писание, оно полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу. Приготовлен. И мы уже читали изначально этот контекст. Итак, какова разница между учением, обличением, исправлением и наставлением в праведности? Различные нюансы. Учение – это общий контекст, общая тема, каков Бог, как Он думает, как Он поступает и так далее. Но Библия не является только простым, сухим учением, оно также предназначено для обличения. Что такое обличение? Оно необходимо тогда, если кто-либо думает, что Он прав, хотя таковым Он не является. изначально необходимо доказать, что Он неправ. И в судебной практике этим занимается прокурор, который обвиняет обвиняемого, потому что тот не признает ничего. Но Слово Божие, оно имеет эту силу обличать людей, которых думают, что они находятся на правильном пути, но на таковом не являются. не находятся. Для исправления. Что такое исправление? Оно необходимо при, например, воспитании детей. Ребенок плохо себя ведет, и он знает точно, что он ведет себя неправильно. И ему необходимо об этом сказать, что так не пойдет. Это исправление. И это не то же самое, что обличение, потому что в случае с обличением там необходимо еще доказать, что человек находится на неправильном пути. И Библия обличает, исправляет и следующее для наставления в праведности. Означает также в направлении воспитания детей Слово Божье, оно воспитывает нас так же, как мы воспитываем своих детей, объясняя им, что хорошо, а что плохо, что справедливо, а что нет. И именно эту силу имеет Слово Божье с какой целью? Для того, чтобы человек Божий был ко всякому доброму делу приготовлен. Итак, Библия, она снаряжает нас, чтобы мы могли служить Богу так, как Он этого желает. и посмотрите, здесь написано человек Божий. В Ветхом Завете, как мы знаем, некоторых людей называли человеком Божьим. Например, в 89-м псалме молитва Моисея, в 1-м стихе мы читаем молитва Моисея человека Божия. И отдельные личности, они именно имеют этот титул «Человек Божий». Но здесь, в 17-м стихе, имеется в виду, что Божий человек это каждый человек. И женщина, и мужчина, и они должны быть таковыми, как Моисей, Илья. И женщины могли бы подумать, ну да, здесь написан «Человек Божий», «Мужской род». Нет, здесь можно было бы общую фразу применить «Человек Божий», это имеется в виду и женщина, и мужчина. Они включены в это понятие «Божий человек». Третий пункт нашего конспекта «Умудряют во спасение». Писание умудряет во спасение. Мы 15-й стих прочитали уже, «Притом же ты из детства знаешь священные Писания, которые могут умудрить тебя во спасение веры во Христа Иисуса». Интересно, Тимофей, он же был же спасенным человеком? Он был сотрудником апостола Павла. Почему написано, что Писание может тебя спасти? Нужно понять следующее, что слово спасение в Библии имеет не только узкую направленность и подразумевает только спасение от грядущего гнева. Если мы проанализируем полностью Библию, имея в виду слово спасение и контекст этого слова, о чем он говорит, то мы поймем следующее. Допустим, спасение имеет в виду спастись от сложных обстоятельств, быть спасенным от искушения. И эта же мысль, она просматривается в первом послании Тимофею 4 главе 4.16 написано так, вникай в себя и в учения, занимайся этим постоянно, ибо так поступая из себя спасешь и слушающих тебя. как это возможно? Один спасенный человек должен спасти себя самого? Мы разве говорим о спасении по делам? Здесь речь идет о том, что человек попадает в те или иные сложные обстоятельства, и ему необходимо принимать решения. И апостол Павел говорит ему следующее, Тимофей, если ты будешь следить за собой, как ты ведешь себя, что ты говоришь, что ты делаешь, и если ты будешь обращать внимание на учение, ориентироваться на библейское учение, и в этом пребывать, не так, что, а, может быть, сегодня так, завтра так, ничего подобного, ты будешь твердым в Писании, в Слове Божьем. Если ты это будешь делать, апостол Павел говорит, ты спасешь себя и тех, которые слушают тебя. От неправильных и опасных путей ты будешь спасен. Если таким образом ты проповедуешь Слово Божие, распространяешь его именно в таком контексте, то многие смогут избежать сложных обстоятельств и быть спасенными от опасных путей. Поэтому, когда мы говорим в наших рассуждениях о спасении, то речь идет о спасении от искушения, от неправильных решений и спасения от опасных путей. Следующий пункт. Ветхий Завет не пройдет. Мы видим уже в книге пророка Исаия, это обетование. там сравнивается с цветами, с травою. Исаия 40, 7 стиха, засыхает трава, увядает свет, когда дунет на него дуновение Господа. Так и народ, трава. Трава засыхает, цветы увядают, а слово Бога нашего приводит вечно. Здесь речь идет о Ветхом Завете. Только Он присутствовал на тот момент и Он не пройдет. Иисус Христос также подчеркивает эту мысль в Матфея 5 главе на Горной проповеди и это основополагающие базовые принципы. Не думайте, 17 стих 5 глава, не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить или другими словами представить в полной силе. Ибо истинно, говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Мы видим, что Иисус Христос подчеркивает также каждую букву. Он говорит ни одна йота. Что такое йота в еврейской алфавите, как тогда, так и сегодня это самая маленькая буковка. И черта это одна частичка той или иной буквы, допустим, чтобы различить К и букву Б. Почти одинаковые буквы внешне, только в случае с Б небольшая вот эта черта и она как раз дает понять, что это не К, а буква Б. И поэтому Иисус Христос говорит, что даже вот эта черточка, вот даже этот маленький штришочек, он не пройдет. Слово Божие, оно вечно. также Луки 16-17 параллельный текст, эта же мысль она подчеркивается и в Псалме 118 мы считаем, что Слово Божие, оно навеки утверждено на небесах. Библия не только на земле, Библия есть и на небе. Имеется так называемая небесная библиотека и она включает в себя такие книги, как книга Израиля, книга слез, книга живых, книга жизни и так далее. В Псалме как раз подчеркивается эта мысль, что Слово Божие, Библия, она навеки утверждена на небесах, а именно Ветхий Завет и Новый Завет. Можно немножко дополнить Иоанна 10-35 Иисус Христот цитирует Псалом и подчеркивает, говоря, не может нарушиться Писание. То есть еще раз и еще раз мы подчеркиваем тот факт, что не может пройти или как-то исчезнуть Писание. Следующий пункт. Ветхий Завет настолько связан с Новым Заветом, в принципе, это как одно полотно. И мы имеем порядка 300 различных цитат Ветхого Завета, которые цитируются в Новом. И помимо всех этих непосредственных цитат Ветхого Завета, как, например, «Ибо Писание говорит» и так далее, и цитируется Ветхий Завет в Новом Завете. Есть еще большое количество намеков и ссылок, более нежели 300 различных указаний. И таким образом, как я уже сказал, нельзя оторвать Ветхий Завет от Нового, потому что это единая гармоничная картина, единое Писание, и оно связано между собой. Еще один основополагающий принцип апостол Петр во втором послании в первой главе, он пишет его из камеры смертников, и можно сказать, что это послание является Заветом Петра. И в этом послании он говорит то, о чем лежит, что лежит у него на сердце, последние наставления. В двадцатом стихе, первого стиха, второго послания, мы читаем следующее. зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые божьи люди, будучи движимы Духом Святым, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. Что это означает? Например, я читаю книгу пророка Даниила вторую главу, и в принципе эту главу невозможно понять, если бы она была обособлена и кроме нее ничего больше не было. В этой главе мы читаем сон Навухода Носора, пред ним предстал истукан, и мы знаем, что этот истукан по сути олицетворяет четыре империи, которые возникли, и было бы непонятным, если бы не книга пророка Даниила, седьмая глава, где эти же империи представлены кровавыми бестиями. Ну и этого не хватило бы. Нам необходимо откровение 13, откровение 17, и этого не хватило бы, нам необходимо и так далее, и тому подобное. Что я хочу сказать? Что один стих сам по себе, он себя не толкует. Не всегда понятно, о чем идет там речь. Нам необходимы другие тексты священного писания. То есть, другими словами, один текст священного писания он проливает свет на другой текст священного писания. И поэтому в книге пророка Даниила 12 главе сказано, стоит это удивительное слово, 12, 4. А ты, Даниил, сокрой слова эти и запечатай книгу эту до последнего времени. Многие прочитают ее в немецком изложении, многие исследуют ее и умножатся видением. И вот это слово прочитают ее, исследуют ее, еврейское слово еще тетту и означает туда-сюда. И вы замечаете, даже вот с точки зрения произношения этого еврейского слова, интересное действительно выражение, которое означает движение туда-сюда. Дешет тетту. Необходимо листать Библию, там посмотреть, вперед, назад, еще раз немножко назад. И если таким образом мы изучаем Слово Божье, где один текст проливает свет на другой текст Священного Писания, умножается видение. И становится понятным, как можно понять новый замет, если игнорировать Ветхий Завет. Потому что Ветхий Завет, он в свою очередь проливает свет на новый. И наоборот. Библию невозможно понять, если не обращать внимания на Ветхий Завет. Следующий пункт говорит о том, что Ветхий Завет открывает Иисуса Христа. Откроем текст Евангелия Луки 24. Трогательная глава. Два ученика идут по дороге в Эмаус, полностью разочарованы. Все надежды, все ожидания просто разбиты в дребезги. И один незнакомец пристал к ним, начинает с ними разговор, и открывая им Ветхий Завет говорит о том, что Мессия должен был умереть. И мы читаем 25 стих. Этот незнакомец является сам Иисус Христос, который воскрес. Тогда он сказал им, о, несмысленный и медлительный сердцем, чтобы веровать всему что предсказали пророки. Не так ли надлежало пострадать Христу, Мессии, и войти в славу свою? И начав от Моисея из всех пророков, изъяснил им сказанное о нем во всем Писании. Мы видим, что это путешествие было не не только в Маус, и путешествие по Ветхому Завету. Иисус Христос показывает им на основании Ветхого Завета Моисея, это первая часть еврейской Библии, далее пророки, это вторая часть еврейской Библии, и третья часть это так называемые псалмы. И во всех этих трех частях объясняя им, он говорит, что было указано на приход и смерть Иисуса Христа. И тогда, когда они вернулись, эти ученики вновь в Иерусалим к 11, и в 44 стихе мы читаем, и сказал им, вот то, о чем я вам говорил, еще бы с вами, что надлежит исполнится всему, написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и в псалмах. Третья часть еврейской Библии это псалмы. Поэтому Иисус Христос говорит о псалмах как о третьей части Библии. Весь Ветхий Завет он говорил о приходе Мессии и его страданиях. И 45 стих тогда отверз им к уразумению Писания. Евангелие от Иоанна. Иисус Христос говорит в 5 главе 39 стихе к иудеям, к книжникам. Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне. И 45 стих не думайте, что я буду обвинять вас предотцом. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал обо мне. Если же его писанием не верите, как поверите моим словам. То есть, абсолютно четко Моисей писал о Иисусе Христе. И прямая связь между Ветхним и Новым Заветом. Итак, если кто-либо не верит Моисею, то он не находится в ситуации, чтобы поверить Иисусу Христу. То есть, мы видим, что Иисуса Христа как-то абстрагировать от Ветхого Завета невозможно. Если мы не верим Моисею, невозможно поверить Христу. И если его писанием не верить, то невозможно поверить Иисусу Христу. Кстати говоря, пять книг Моисеева. Она по-еврейски называется Тора. Что он означает Тора в переводе? Закон. Да, буквально. Слово Тора, оно берет свое начало от слова Хора. И слово Хора означает вытянутая рука с указательным пальцем. Поэтому Инорас переводят Тора как указание, и это совершенно верно. То есть, другими словами, Тора, она показывает вытянутой рукой указательным пальцем на Иисуса Христа. Потому что сама Тора содержит законы, которые ни один из людей выполнить не может. и Моисей он указывал на того, кто это сможет сделать и спасти нас. Следующий пункт. Закон, он полон прообразов, теней и образов, указывающих на Иисуса Христа. Еврея 10.1 Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Немножко сложновато, я признаю. Давайте шаг за шагом. Речь идет о законе, о Торе. И о ней сказано, что она, Тора, имеет тень будущих благ. Что такое будущее блага? Сегодня после обеда, когда мы будем разбирать книгу «Послание к евреям», 9 главу, мы это поймем, о чем идет речь. Но в целом речь идет, конечно, о благословениях, которые Мессия, Иисус Христос, однажды должен был принести на основании своей жертвы. Евреям 9, 11, но Христос при освящении будущих благ, пришедший с большую и совершеннейшую искинию, то есть Христос принес будущие блага. Те, о которых было сказано в Ветхом Завете, они реализовались в нем. И евреям 10, 1, речь идет о том, что закон имеет тень будущих благ. То есть все те прообразы, которые указаны в законе, их большое количество, они реализовались в Иисусе Христе. Например, взять жертвы, которые приносились и были установлены законом, такие как жертва повинности, жертва за грех, мирная жертва и так далее. Каждой детали этой жертвы мы видим огромное количество указаний на жертву Иисуса Христа на Голгофском Христе. Или, например, когда мы говорим о детальном описании скинии Божьей. Все эти детали, они также указывают на то, что однажды Господь Иисус Христос посредством своей жертвы реализует. И, как мы прочитали, это тень. И тень это 2D, то есть это двойное измерение. Но само тело это 3D, тройное измерение. То есть 2D и 3D. И мы понимаем, что тень это не, собственно говоря, то, что отражает эта тень. Это не одно и то же. Это только тень, отдаленно напоминающая исходный объект. И поэтому Ветхий Завет это большое количество различных теней, образов, указывающих на Иисуса Христа, который является источником всего. Колоссинам 2, 17 мы читаем дополнение и апостол Павел объясняет Колоссинам следующее, что они не должны иметь какого-то осуждения в совести, если они не придерживаются всякого рода кошерных законов. и поэтому в 2, 16 мы читаем следующее Колоссинам. Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье или за какой-нибудь праздник или новомесячие или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе. то есть с точки зрения питья или пищи можно кого-то осудить. В 3 книге Моисеева 11 главе четко написано, какие напитки не являются чистыми, кошерными. Ну, апостол Павел говорит, что никто да не осуждает вас, если вы будете пить то, что не является, так сказать, кошерным или чистым. Также и в законе сказано, какие животные или рыбы могут быть употребляемы в пищу, а какие нет и так далее. Четко все объясняется, но апостол Павел говорит, никто вас да не осуждает за пищу. Например, что будет, если верующий китаец любит раков и кушает их, никаких проблем, никто не имеет права осуждать его, потому что этот верующий китаец, он не находится под Синайским законом, и мы еще будем сегодня об этом рассуждать, что под законом Синайским находится только израильский народ, но можно, допустим, задать вопрос, а почему вы не празднуете Пасху, это же библейский праздник. Здесь написано, никто не осуждает вас за пищу или за питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие. Праздник новомесячия всегда праздновался в начале месяца, тогда, когда было полнолуние, или суббота. Почему вы не придерживаетесь субботы? Почему вы не исполняете ее? Никто вас не осуждает. Подождите, можно тогда сказать, что все, что написано в Ветхом Завете, все можно выбросить? Нет, ничего подобного. Написано, это есть тень будущего. Как я уже говорил, во всех законах пищи, питья, во всех этих праздниках, все это образы, пророческие образы, указывающие на Иисуса Христа, который однажды реализует все это посредством своего тела. Поэтому апостол Павел и пишет в 17 стихе, это есть тень будущего, а тело во Христе, то есть реализация всех этих теней и образов, она находит свою реализацию и исполнение в Иисусе Христе, в теле Иисуса Христа, по-гречески Мессия. То есть, другими словами, это же просто изобилие примеров, если мы будем четко штудировать все эти законы Торы, Ветхого Завета, и нам станет абсолютно понятным, о чем говорят эти законы, о чем говорят эти предписания, все указывало на Иисуса Христа. Римлянам 5, 14. Речь идет об Адаме в контексте. Апостол Павел в 14 стихе объясняет, «Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Подождите, здесь сказано, что Адам является образом будущего. Будущий это кто? Иисус Христос, Мессия. И насколько Адам является действительно образом будущего в различном ракурсе. Например, Бог изначально поставил Адама и в том числе Еву владычествовать над этой землей и не только. Они должны также владычествовать над зверями земными и так далее. И этот первый Адам является прообразом, указывающим на Иисуса Христа, на последнего Адама, который будет царствовать над всей землей, на Иисуса Христа. И таким образом мы понимаем, что Адам, он действительно являлся образом будущего. будущего имеется в виду Иисуса Христа. Мы знаем, что Адам был женат. Как была сотворена Ева? Мы знаем, что когда Адам заснул в глубоком сне, Бог взял из ребра и создал жену Еву. И это прообраз, указывающий на смерть Иисуса Христа, когда Он умер на Голгофском кресте, солдат римский проткнул его тело, его ребра, и вытекла вода и кровь. И на основании этой крови была создана церковь. И в послании Ефесиным она формулируется как невеста, жена Иисуса Христа. И вот такие вот прекрасные параллели, и можно было бы дальше продолжать. И таким образом, Адам, как мы видим, есть действительно образ будущего. И кстати, не только Адам, можно пройти по всем пяти книгам Моисея и собственно говоря, всему Ветхому Завету, и мы найдем изобилие таковых параллелей. Как насчет Авеля? Авель был пастырем овец. Каин он завидовал ему и убил его. Он убил доброго пастыря. И этот Каин в силу вот этого деяния нигде не находил покоя. Постоянно находился в бегах на земле. Так же как мы читаем, что Мессия пришел в этот мир, добрый пастырь, но свои его не приняли. И так называемый Каин, который репрезентирует израильский народ, они его не приняли. И в Псалме 73-м Асав говорит о том, что он сон свой искупил из Египта. И Каин, он по сути, как я уже сказал, убивает доброго пастыря, равно как и израильский народ, они убивают Иисуса Христа, и последствием этого было рассеяние по всему лицу земли, по всем пяти континентам. Также можно проанализировать историю, записанную в книге Бытие, 22-й главе, с 1-го по 19-й стих, большое количество указаний на Иисуса Христа. Отец Авраам готов пожертвовать своего сына. Так же как в Римлянам в 8-й главе написано, что Бог не пощадил своего сына, но предал его за всех нас. И Исаак он должен был принесенным жертву в земле Мория. Мория. И сегодня эта земля, она находится в Иерусалиме. И именно на одной из гор, о котором Бог должен был сказать Аврааму. То есть какая-то гора в земле Мория. И И Исаак мы знаем, что в процессе уже по сути жертвоприношения или перед тем, как Авраам хотел его заколоть, эта процедура была остановлена ангелом, и мы знаем, что после того, как Авраам принес в жертву Овина, находящегося неподалекого, он нарек имя места тому Иегова Ире, что означает Господь усмотрит. И действительно Отец Небесный Он усмотрел. И Иисус Христос в земле Мория умер на одной из гор и имя этой горы, как мы знаем, гора Голгофа. Возможно, даже это была та же самая гора, на которой Авраам должен был принести в жертву своего сына Исаака. И мы видим, очень часто повторяется слово «твой сын», «твой сын», которого ты любишь. И причем поставлен такой акцент на это словосочетание, чтобы четко было понятно, о ком идет речь, о каком сыне идет речь, и чтобы Авраам мог понять, каково будет отцу однажды, отдавая своего сына единородного на распятие. И поэтому, как я уже сказал, с особым акцентом, десять раз в этих девятнадцати стихах говорится о сыне. И почему так часто повторяется это слово? И почему ставится такой акцент? Потому что это является образом будущего, то, кем однажды будет Иисус Христос являться. И огромное количество различных параллелей между Ветхим Заветом и Новым Заветом. Можно также продолжить историю об Иосифе, который был передан своими родными братьями-язычникам, так же, как Иисус Христос своими братьями-евреями был передан римлянам на распятие. И так же, как однажды Иосиф, он стал царствовать над языческими народами, так же Иисус Христос мы видим, что церковь в церковь входят в основном языческие народы. И мы видим, так же, как Иосиф открылся своим братьям, и они приняли его, или вернее, они попросили у него прощения, склонились перед ним, признали его, точно так же будет в тысячелетнем царстве, когда Иисус Христос откроется своим евреям, братьям, и они также признают его, и он будет царствовать над ними. И все это указывает, все это является образами Иисуса Христа. Еще один пункт, прежде чем мы уйдем на паузу, Ветхий Завет написан непосредственно для христиан. Где это написано? Где это сказано? Первое Коринфянам, девятая глава. 9,9, первое послание Коринфянам, 9,9. Ибо в Моисеевом законе написано «Не заграждай рта у вала молотящего». О валах лепечется Бог. Или, конечно, для нас говорится, так для нас это написано. Ибо кто пашет, должен пахать с надеждою, и кто молотит, должен молотить с надеждою получить ожидаемое. В контексте апостол Павел объясняет, что евангелист, миссионер, который полностью в свое время посвящает проповеди Евангелия, он должен был взят на обслуживание своих единоверцев. И он сравнивает этот пример с законом о молотящем воле. Как мы знаем, вол ходит по кругу для того, чтобы молотить. И с ним необходимо было поступать так, чтобы его рот не был закрыт. У него была возможность еще с земли поднимать какие-то зерны, какую-то пищу и для того, чтобы и дальше работать. Так как он работает, он имеет право, соответственно, на пищу. И апостол Павел говорит о том, что вот так, как сказано о них или об этом воле, речь идет также и о нас. Четко написано, конечно, для нас говорится, что евангелист и миссионер, он имеет право на поддержку со стороны своих единоверцев, со стороны церкви, в которой он находится. И дальше мы читаем 10-11, первое послание к Коринфянам, мы читаем, все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигших последних веков. то есть четко написано и сказано. Все, что сказано в Торе, все эти истории, связанные с путешествием по пустыню, они написаны для нас, чтобы мы были наставлены и научены в этом. И в заключении римлянам 15-4 «А все, что написано было прежде, написано нам наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писания сохраняли надежду». Я думаю, что подчеркнуть нужно местоимение «все». А «все, что написано», каждое предложение в Торе, каждый закон, каждая история, написанная в Ветхом Завете, она написана для нас. И это помогает нам в сложных обстоятельствах остаться верными и твердыми в вхождении за Богом. Мы продолжим, и пункт, на котором мы остановились, гласит, что все, что происходило в Ветхом Завете, оно оставлено нам в наставлении. И не только истории, но и все заповеди. И многие истории, обстоятельства, которые мы видим в Ветхом Завете, они оставлены нам для подражания. Также есть и отрицательные примеры для того, чтобы избежать тех негативных последствий, которые мы видим в тех или иных обстоятельствах в Ветхом Завете. И мы должны также понимать, если мы избегаем и следуем всем предупреждениям, то мы также избежим и последствия непослушания, последствия этих неправильных действий. Кроме всего прочего, во всех этих историях Бог открывается в Своей сущности. Мы видим, как Он поступает, как Он действует. Следующий пункт, который связан с вышесказанным, Ветхозаветные обстоятельства являются, как уже было сказано, наставлением нам, достигшим последних веков. Мы читаем первое послание Коринфянам, 10, 11. Апостол Павел описывает в контексте историю израильского народа, тогда, когда они вышли из Египта, они прошли, все были под облаком, прошли сквозь море, крестились Масея в облако и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу. И в 6 стихе Он говорит, а это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. И стихом выше сказано, что не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. Это негативный, отрицательный пример. И как раз этот пример сказано в 6 стихе Он является для нас образом, для церкви. То есть это не только написано для нас, но и произошло даже для нас. То есть Господь допустил те или иные обстоятельства в Ветхом Завете для того, чтобы мы в наше время церковь могли научаться. Следующий пункт. Второе Петра, вторая глава. Вновь мы возвращаемся в это послание, которое написано из камеры смертников. апостол Петр пишет свои последние мысли, свои последние пожелания. Второе Петра 3.1. Это уже второе послание. Пишу к вам возлюбленные, в них напоминание возбуждаю ваш чистый смысл. Чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими. Посмотрите, в первом стихе апостол Петр говорит, что это уже его второе послание. И таким образом, мы в рамках Нового Завета имеем ссылку на первое послание. Удивительно, непосредственно в контексте Нового Завета одно послание напоминает о другом. И он говорит, что причиной первого и второго послания написания является то, чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками. Коротко сказать, помните Ветхий Завет. В последние дни своей жизни это желание было в сердце апостола Петра. И он говорит здесь в некой повелительной форме помните слова. Следующий пункт, который необходимо рассмотреть христиане, они не находятся под влиянием Синайского закона. Открываем послание Галатам 4, 5. С четвертого стиха мы уже сразу начнем читать, но когда пришла полнота времени Бог послал Сына Своего Единородного который родился от жены подчинился закону чтобы искупить подзаконных дабы нам получить усыновление. В этом контексте апостол Павел объясняет закон закон был до прихода Иисуса Христа сам Иисус Христос он родился во время действия закона поэтому он в своей жизни выполнил весь закон и жил так как иудей должен был жить но это был действительно единственный который выполнил все предписания закона но какова была цель чтобы искупить подзаконных дабы нам получить усыновление Иисус Христос пошел на крест и на Голговском кресте по главе 3 взял на себя проклятие закона читаем 3.13 Христос искупил нас от клятвы закона по-немецки от проклятия закона сделавшись за нас клятвою ну на основании этого стиха некоторые могли бы сказать что Христос освободил проклятие закона но здесь большее говорится в 4 главе не только освободил от проклятия закона но искупил подзаконных дабы нам получить усыновление он искупил таковых которые стояли в рабском положении в отношении синайского закона и в этой связи мы прочитаем римлянам 7 главу с 1 стиха разве вы не знаете братья ибо говорю знающим закон он обращается непосредственно к евреям которые знают тору знают пятикнижья Моисея что закон имеет власть над человеком пока он жив замужняя женщина привязана с законом к живому мужу а если умрет муж она освобождается от закона замужества то есть мы видим здесь абсолютно просто понять супружеские узы или брачный закон назовем это так действует до тех пор пока смерть не разлучит их но мы знаем что этот закон связь супружеская она действует до тех пор пока кто-либо из супругов не умрет поэтому эту картину мы держим у нас в голове и продолжаем читать дальше поэтому если при живом мужи выйдет за другого называется прелюбодейцею если же умрет муж она освободна от закона и не будет прелюбодейцею вышедшей за другого мужа также понятно пока муж жив последующий выход замуж невозможен так как пред Богом имеется брачный союз заключенный официальный и поэтому если это произойдет то это будет прелюбодейство и она естественно не может выйти замуж за другого но если он умер тогда вопросов нет тогда супружеский закон или брачная связь она больше не действует и дальше апостол Павел пишет в 4 стихе так и вы братья мои умерли до закона телом христовым чтобы принадлежать другому воскресшему из мертвых да приносим плод Богу он объясняет мои братья он обращается к евреям вы умерли для закона телом христовым не так ли Иисус Христос умер за нас на Голгофском кресте и его смерть если мы покаемся она вменяется нам и настолько полноценно потому что есть полное отождествление как если бы мы сами умерли на Голгофском кресте но его смерть настолько вменена нам что слово Божие говорит мы умерли и поэтому апостол Павел говорит что вы умерли для закона то есть другими словами еврей который находится под действием синайского закона покаялся смерть Иисуса Христа вменена ему и соответственно он мертв для закона не закон умер но еврей мертвый и небольшой жизненный пример кроме примера супружеской жизни о котором мы прочитали банковский грабитель в швейцарском городе оборовывает банк и естественно все это провоцирует погоню и с таким с такой очень серьезной скоростью скажем 250 километров в час но вдруг этот банковский грабитель не справился с управлением и разбился останавливается преследование и никакого судебного процесса открываться не будет вопрос решен если человек умер то швейцарский закон не имеет к нему никаких претензий вот точно так же и Тора пятикнижья Моисеева закон она Тора осуждает человека допустим при тех или иных обстоятельствах его нужно наказать палками при этом случае его необходимо заключить в темницу или при тех или иных обстоятельствах даже побить камнями и умертвить поэтому это выражение что вы умерли для закона телом Христовым чтобы принадлежать другому говорит о следующем что вы не являетесь в рабском положении по отношению к Торе по отношению к пятикнижью Моисеева вы теперь освободились от этого от претензии закона потому что вы принадлежите Христу и пятый стих ибо когда мы жили по плоти тогда страсти греховные обнаруживаемые законом действовали в членах наших чтобы приносить плод смерти но ныне умерши для закона которым были связаны мы освободились от него чтобы нам служить Богу в обновлении духа а не по ветхой букве то есть здесь четко и конкретно сказано что мы умерли для закона что освободились от него это говорит о том что покаянный еврей он не находится под воздействием закона а не еврей а он вообще не находился под действием Синайского закона потому что закон он был дан только евреям и завет возле горы Синай был заключен с еврейским народом а не с другими народами поэтому апостол Павел в данной главе обращается непосредственно к евреям и еще один пункт чтобы быть уже уверенным 1 Коринфянам 9 19 читаем следующее ибо будучи свободен от всех я всем поработил себя дабы больше приобрести для иудеев я был как иудей чтобы приобрести иудеев для подзаконных был как подзаконный чтобы приобрести подзаконный для чуждых закона как чуждый закона не будучи чужд закона пред Богом но подзаконен Христу чтобы приобрести чужих чуждых закона и так далее итак он говорит для иудеев я стал как иудей что это означает некое культурное отождествление с точки зрения поведения или например разговаривать похожим образом как делают это они если мы разговариваем беседуем с евреями и мы им скажем старый завет они это воспринимают как огорчение как если бы мы предполагали и говорили что старый завет он не имеет больше никакого значения ну подождите именно об этом мы сегодня и разговариваем что он имеет значение нужно очень долго конечно объяснять что старый завет имеется ввиду по отношению к новому завету потому что именно в рамках старого завета говорится об этом новом завете который будет заключен в будущем все время и так далее очень долго объяснять поэтому очень коротко мы говорим Танах и это выражение которое означает то же самое что Ветхий Завет и в своем объяснении имеет ввиду следующее закон пророки и писания и поэтому это имеется ввиду что для иудеев я был как иудей и пункт и мы читаем дальше для подзаконных он был как подзаконный теперь понятно почему в Деянии апостолов в 16 главе он обрезал Тимофея для иудеев чтобы он Тимофей мог проще приблизиться к ним или интегрироваться в их общество но проблем не было потому что Тимофей он действительно был евреем его мама была еврейка и даже бабушка 50 процентов еврейской крови уже определяют тебя как еврея даже если только бабушка тоже не страшно и в данном случае с Тимофеем то есть это отождествление да или это приобщение к еврейскому народу вот именно посредством обрезания оно было возможным но в частности с Титом ничего подобного не произошло и Галатам во второй главе мы читаем что он не обрезывал Тита не еврей его нельзя отождествлять или приближать к евреям таким образом и об этом послание Галатам говорит что ни в коем случае те которые не являются евреями должны обрезываться они не должны этого делать никаких праздников которые празднуют евреи допустим как Пасха или еще какие-то другие праздники тогда да и если ты являешься евреем тогда это другое дело поэтому стоимость за жертвоприношение в деянии апостола 21 апостол Павел он также перенял почему потому что он как еврей мог идти дальше а если нет тогда нет четко здесь нужно различать в одном случае он действовал так как он действовал с Тимофеем в другом случае он действовал так как он действовал с Титом это две разные вещи и я еще раз хотел бы подчеркнуть он говорит что те которые подзаконны как подзаконны хотя он не находился под законом он четко подчеркивает что после своего покаяния он не находился больше под действием Синайского закона и он был абсолютно свободен допустим от того чтобы придерживаться какой-то еврейской диеты чистая или не чистая все это делал только для того чтобы построить некий мостик между неверующими евреями и собой и поэтому это абсолютно неправильно и извращенно если для церкви объясняется что необходимо праздновать субботу необходимо праздновать праздник кущий Йом-Кипур день очищения и так далее и тому подобное нет новый завет однозначно говорит что церковь не находится под воздействием Синайского закона и несмотря на это все законы весь Ветхий Завет он имеет очень сильное значение духовное значение для нас кстати говоря закон он все еще действует в качестве зеркала для грешников в этой связи первое постание Тимофею 8 стих а мы знаем что закон добр если кто законно употребляет его то есть Тора хорошее дело и горе тому кто говорит что это не так но важно что этот закон применялся именно так и исполнялся именно так как Бог его имел ввиду 9 стих зная что закон положен не для праведника но для беззаконных тот кто примирился с Иисусом Христом для него действия закона больше не действуют но для кого и написано но для беззаконных и непокорных нечестивых и грешников развратных и оскверненных для оскорбителя отца матери для человека убийц для блудников мужеложников человека хищников и для всего что противно здравому учению по славному благовестию блаженного Бога которое мне верено здесь сказано что законы Торы законы Моисеева они были даны для того чтобы показать стандарт Божий святость это правильно а это неправильно и поэтому посредством Торы как я уже сказал оно является зеркалом показать человеку и тот в свою очередь на основании всех этих заповедей должен понять свою греховность я уже встречал таких людей относительно недавно одну женщину которая сказала мне о том что я не нарушила ни один закон как такое возможно можно пройти все 10 заповеди на скрижалях не только эти 10 все остальные заповеди которые были даны сотни и мы очень быстро поймем что ни один не пройдет и можно однозначно доказать что в Торе написано не убей то о чем говорит Иисус Христос в Нагорной проповеди что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду или например если в ветхом завете написано что не прелюбодействуй а Христос говорит что если кто-либо с вожделением посмотрит на другую уже прелюбодействовал с ней в сердце своем мы видим что что Тора в данном случае как я уже сказал она дана действительно для того чтобы в этом зеркале праведности и святости Божьей каждый человек мог убедиться и увидеть свою греховность дальше продолжим и в Римлянам 7.14 сказано что что закон является святым мы откроем этот текст 7.12 читаем поэтому закон свят и заповедь свята и праведна и добра когда мы говорим о том что церковь не находится под действием закона мы не говорим против закона мы говорим что в этом законе безусловно явлена святость Божья и в очень серьезной форме свят праведна и добра эта заповедь и в 14 стихе мы читаем ибо мы знаем что закон духовен и в этом выражении духовен мы понимаем что весь ветхий завет он духовен и все заповеди все законы которые были даны израильскому народу они имеют свое духовное происхождение я уже объяснял и делал беседу на эту тему в интернете можно найти что означают духовные прообразы всех ветхозаветных законов что это означает для нас христиан и если мы как-то это игнорируем мы оборваем самих себя ветхий завет он больше чем новый завет и необходимо обращать внимание самым пристальным образом что говорить говорит ветхий завет потому что во всех законах во всех заповедях бог показывает свою сущность каков он мы узнаем его следующий пункт необходимо истолковывать писание верно и истина второе послание тимофею 2.15 старайся представить себя богу достойным делателем делателем неукоризненным верно преподающим слово истины по-разному переведено в той или иной Библии но суть этого стиха основная мысль о которой здесь говорится необходимо так сказать выверенно правильно ровно резать или отрезать те или иные выражения касающиеся слова Божьего и поэтому предупреждение старайся представить себя богу достойным делателем то есть другими словами будь профессионалом и профессионал он должен очень хорошо разбираться в своем деле если этого не происходит допустим инженер который занимается разработкой какого-то оборудования и его не заботит отклонение в несколько миллиметров то конечно такого профессионала толку много не будет ему нужно стыдиться и поэтому апостол Павел говорит что делателям необходимо быть неукоризненным то есть слово истины необходимо передавать верно и неукоризненно это имеет ввиду допустим что необходимо распознавать различные этапы спасения и его разделы например в прошлом если еврей согрешил ему необходимо было принести жертву на сегодняшний день этого делать не нужно и мы знаем что в 70 году Бог он забрал храм у евреев храма больше нет до сегодняшнего дня и это кроме всего прочего для того чтобы никто не сказал подождите необходимо принести жертву в Иерусалиме и кстати говоря одна третья всех заповедей и законов Ветхой Завете они предусматривают наличие храма без храма без наличия храма 30% торы невозможно притворить в реальность невероятно правда и поэтому Бог отнял храм для того чтобы показать евреям следующий пример в тысячелетнем царстве Иисус Христос он будет непосредственно царствовать над всем и над всеми и любое зло оно будет сразу моментально им осуждено на сегодняшний день мы живем в такое время когда какого-либо суда над грешниками не происходит и они могут что-то противозаконное делать и даже порой не попадать в тюрьму и Бог не наказывает их им хорошо им приятно они зарабатывают большие деньги но это все до определенного времени но в тысячелетнем царстве будет по-другому поэтому Библия четко показывает различные этапы и эпохи плана спасения и это необходимо очень четко различать ефесиным 1.21 мы сейчас поймем о чем я говорю апостол Павел говорит о том что Иисус Христос сел на небесах 21 стих превыше всякого начальства и власти и силы и господства и всякого имени именуемого не только в этом веке но и в будущем апостол Павел говорит в этом стихе о этом веке и будущем то есть по большому счету есть два этапа или две эпохи времени давайте посмотрим еще стих в колоссином 1.26 апостол Павел объясняет тайну Иисус Христос в вас и это было сокрыто в Ветхом Завете и сейчас это открыто 26 стих тайну сокрытую от веков и родов ныне же открытую святым его говоря ныне он имеет в виду по отношению к прошлому сейчас открыто раньше в прошлом открыто это не было и вот это время раньше он описывает как тайна сокрытая от веков и родов он пишет о веках в прошлом времени и мы учили в школе что множественное число это два и более и и так когда мы говорим о веках то это минимум два века это может быть и больше но минимум два и так только что на словании колоссиным 1 26 и ефесиным 1 21 мы как минимум определили четыре эпохи четыре века это по-гречески айо и означает время которое было выражено определенным характером выражено определенными обстоятельствами и может называться также как дух времени и так четыре века различных века прошлое нынешнее будущее и таким образом мы государственную теологию всю можем повесить на гвоздь который говорит что нет имеется что во всех веках это одно перетекает в другое и отдельно рассматривать эпохи того или иного времени не нужно но это неправда потому что здесь написано о прошлых веках о нынешнем веке и будущем веке Библия четко различает и если мы этого не делаем тогда мы не режем или не выверяем правильно Слово Божие и можно сказать что сегодня Христос мы живем в такое время когда Христос должен проникнуть в каждую социальную структуру и властвовать над всеми но подождите мы не живем в тысячелетнем царстве это будет несколько позднее и тогда Иисус Христос Он действительно будет властвовать над всем но сегодня это не так поэтому это очень важно как мы выверяем Слово Божие и апостол Павел в этой связи говорит себя что представь Богу достойным делателем неукоризненным и если мы этого не делаем то конечно будет нам стыдно также в дополнение я указал здесь текст Священного Писания 1 Коринфянам 10-32 апостол Павел говорит не подавайте соблазна ни иудеям ни еленам ни церкви Божьей это три большие человеческие группы которые указаны в Библии израильский народ в качестве избранного земного народа далее мы видим церковь которая в Ветхом Завете была сокрыта которая была тайной и эта церковь она состоит из евреев и неевреев и соответственно третья группа это народы и нужно четко понимать что относится к церкви что относится к Израилю что относится и распределяется на народы один пример Бог говорит что если вы будете верны по отношению к израильскому народу то я сделаю так что вы не будете болеть что у вас все будет хорошо если это перенести сейчас на церковь то можно сказать что секундочку ну тогда никто из христиан не должен болеть а если кто-то и заболел тогда что-то не так но новый завет говорит совершенно о другом что Бог использует болезни для того чтобы мы могли получить опыт нашей жизни и Иисус Христос сам говорит в отношении рожденного слепым что все это произошло с ним для того чтобы на нем явились дела на нем явились дела Божьи бывают различные причины заболевания и если мы не различаем все эти нюансы то получается просто каша поэтому слово Божие Ветхий Завет необходимо использовать для нас четко понимая что к чему относится равно как и Новый Завет говорит о том что это относится к церкви и так далее и в этом случае конечно мы имеем полное благословение очень важный пункт еще один в послании Галатам 6 главе это послание в котором апостол Павел говорит не к евреям не должны себя поставить под закон Масеева и он говорит им что если вы будете обрезаться на основании тор не будет вам никакой пользы от Христа но в это же самом послании 6 2 он говорит следующее носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов то есть все равно находимся под законом подождите я только что сказал что послание Галатам оно опровергает законничество и в то же время мы читаем что необходимо исполнить закон Христов вспомните 1 коринфянам 9 те которые находятся под законом я стал как бы подзаконны хотя я на самом деле не нахожусь под законом и дальше для чуждых закона как чужды закона не будучи чужд закона пред Богом но подзаконен Христу что это означает подзаконен Христу это и имеется в виду закон Христов эта формулировка она берет свое начало из раввинских из раввинской литературы я на нашем конспекте указал как это формулируется написано в так называемом Медраж Когелет 11.8 Медраж это переводится как комментарий Когелет это книга экклесиаста и они пишут в этих комментариях следующее раввины та Тора Пятикнижей Моисеева которую мы на сегодняшний день имеем ее невозможно сравнить с той Торой который принесет нам Мессия они четко понимали что то что дал им Моисей это является некой предтечи тому что в свое время принесет Мессия и нужно перевести на еврейский язык как это звучит Тора который принесет нам Мессия звучит это так Торато Шель Машиях как на еврейский язык перевести второй стих шестой главы носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов Торато Шель Машиях то есть выражение закон Христов он как раз и имеет в виду то о чем говорят раввины то чего они ожидают закон Христов давайте мы посчитаем сколько указаний в повелительной форме мы имеем в новом завете мы очень быстро обнаружим что это сотни заповедей первое послание Тимофея посчитайте все повелительные формы более тридцати второе послание Тимофея тоже очень короткое более тридцати если возьмем более продолжительные послания римлянам коринфянам мы выйдем на сотни различных заповедей и повелений которые мы имеем в Слове Божьем и все эти повеления все эти законы Христовы для нас они появились тогда когда Иисус Христос умер на Голдовском кресте и нужно отметить тот факт что закон Христов во многом сопряжен с законом Моисею и если в Торе сказано что не кради то также об этом сказано и в новом завете и мы понимаем что Бог он охраняет частную собственность эти заповеди в новом завете они еще выше например в четвертой главе Ефеси нам сказано кто крал впредь не кради а лучше труди сделай своими руками полезно чтобы было с чего уделять нуждающемуся это больше чем просто не кради и в заповеди или в законе Христа не сказано не прелюбодействуй есть супружеские пары где никто не прелюбодействует но взаимоотношения между ними их нет они мертвые поэтому закон Христов говорит следующее что мужья любите своих жен как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее любить до смерти свою жену это что то большее чем просто помочь в быту своей жене я конечно еще никогда не умирал за свою жену я очень рад но мы должны понимать что если речь идет о законе Христовом то он очень высок он очень возвышен и Господь посредством Духа Святого дает нам силы для исполнения его заповеди которые он оставил нам и таким образом мы очень четко понимаем что закон Христов он во многом пересекается с Ветхим Заветом но не во всем например у нас нет заповеди празднования субботы празднования еврейской пасхи празднования Йом Кипура одеваться так как одеваются ортодоксальные евреи и так далее это не относится к закону Христову это относится к закону Синайскому и очень важно десять заповедей на скрижалях они относятся к Синайскому закону если кто-либо говорит что христианин должен исполнять десять заповедей то он что-то не так понимает христианин не находится под влиянием или под воздействием этих десяти заповедей указанных на скрижалях ну тогда один скажет можно заниматься идолопоклонством нет первое послание Иоанна последние стихи дети храните себя от идолов пожалуйста но очень важно сказать что христианин не находится под действием Синайского закона я имею ввиду сейчас этих десяти заповедей потому что в их среде указано исполнение субботы я не могу сказать девять я буду исполнять а один я не буду или все или ничего но ничего не означает что мы живем в противодействии этого закона ничего подобного закон христов он говорит также о том что мы не должны красть никакого идолопоклонства мы не должны прелюбодействовать и так далее и как мы сказали что мужчина он должен любить свою жену и конечно и женщина она должна любить своего мужа следующий пункт без ветхого завета и нового завета мы никогда не могли бы понять всю сущность божью я читаю это апостол апостол знал все? Нет, об этом нет речи. Сам он говорил о том, что мы пророчествуем отчасти. И некоторые не могут этого понять. Как можно возвещать всю волю Божью и в то же время скромно говорить о себе о том, что нет, мы знаем только частично. Одно не противоречит другому. Все детали, которые мы видим в Слове Божьем, невозможно постичь, но общую картину и панораму мы должны знать и четко должны понимать, что правильная жизнь, а что неправильная жизнь пред Богом. И апостол Павел говорит, я не упускал возвещать вам волю, всю волю Божию. Но я хочу заметить, что это возможно только, если мы знаем Ветхий Завет и Новый Завет. И как это важно, 26 стих. Поэтому свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех. Ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божью. И здесь идет ссылка на Иезекииля 3 главу. Бог говорит, что если я скажу беззаконнику, смертью умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, то я взыщу кровь его от рук твоих. То есть, если мы что-то скрываем, если мы что-то не говорим, то, что мы должны сказать, мы виновны в крови этих людей. И апостол Павел говорит о том, что я не виновен, что я чист от крови всех. А теперь перевернем. Если бы он не проповедовал и не возвещал всю волю Божью, он был бы виновен. И поэтому мы видим, как это важно, проповедовать в собраниях чистое Слово Божье. Раскрывать Библию во всей полноте. И Ветхий Завет, и Новый Завет. Поэтому мы собираемся не только в воскресенье, но и в следующий, но и в другие дни. Далее. Исторический персонаж Августин. У него было очень много того, о чем он... У него было сказано очень много того, что не соответствует библейскому контексту. Однако, наряду с этим, его некоторые труды и некоторые высказывания соответствуют истине. И он однажды сказал так. Новый Завет был сокрыт в Ветхом Завете. А Ветхий Завет открывается, в свою очередь, в Новом Завете. И это именно то, о чем мы рассуждали с вами. Все образы, прообразы Ветхого Завета, указывающие на Христа и так далее. Следующее. Без Ветхого Завета вся вера, она была бы подвешена в воздухе. Не было бы никакой базы, не было бы никакой платформы. Потому что в Ветхом Завете описывается сотворение мира и последующая история всего человечества до прихода Иисуса Христа. Некоторые считают, что Новый Завет он написан для христиан и им этого достаточно. Ничего подобного. Новый Завет, он является продолжением Ветхого Завета. Например, в послании к евреям написано о том, что верою Авель принес жертву свою и так далее. То есть, нужно понять, о чем было написано. И в этом поможет нам книга «Бытие». Про Ноя написано, что он получил откровение о том, что еще не было видимо и так далее. И сделался наследником праведности по вере. Кстати говоря, в Коране есть некоторые библейские истории, которые написаны очень сжато. История об Иосифе, она самая продолжительная. Но остальные истории очень короткие. И по большому счету понять очень тяжело и практически невозможно. О чем там рассказывается? Если им предложить Библию, о нет, ни в коем случае, не нужно. Это книга, которая придумана вами. Да, хорошо. Но таким образом вы сами себя блокируете. И поэтому в своих историях, которые вы читаете в Коране, вы не видите ни начала, ни конца. И те истории, те личности, которые указаны в Ветхом Завете, они не могут понять, с каким смыслом даны эти примеры. И точно так же, как христиан, христиане, которые говорят о том, что Ветхий Завет мне не нужен. Это говорит о невежестве таковых людей. Далее. Пророчество Ветхого Завета, оно выходит далеко за рамки времени написания Его. Оно проходит через последующие две тысячи лет и достигает также и тысячелетнего царства Христова и далее до сотворения новой вселенной. Не так ли? У многих такое представление, что Ветхий Завет он был дан до тех пор, пока родился Иисус Христос. Все, на этом закончено. Нет, ничего подобного. Мы видим, что Ветхий Завет описывает эпоху от книги бытия, то есть происхождения, сотворения этого мира до пришествия Иисуса Христа. Но в пророчествах Ветхого Завета мы видим, что они содержат намного большее. Например, последняя книга, в которой в Ветхом Завете была написана книга пророки Малахии. 400 лет, примерно 400 лет до Евангелия от Матфея. Но эти 400 лет это не какой-либо разрыв, который ничем не заполнен, потому что в книге пророка Даниила сказано о том, что происходило в эти 400 лет. Речь идет об Антиохе-Эпифанском. И все эти кажущиеся разрывы, они сказаны в Ветхом Завете в пророчествах. Все суды Божьи, о которых мы читаем в книге Откровения, они также находят свое подтверждение в Ветхом Завете, простирает свое пророчество вплоть до нового сотворения Вселенной. Далее, несмотря на то, что Слово Божие состоит из нескольких веков, а именно прошлое, настоящее, будущее, которые говорят об истории спасения, оно открывает нам сущность Богу, Его истину, Его справедливость, то, что Он думает о грехе и так далее. И нам очень часто делают претензию и говорят о том, что да, в ваших размышлениях о прошлом веке, настоящем и будущем вы как бы отсекаете то, что относилось к израильскому народу и таким образом в Слове Божьем тот или иной пункт вы не принимаете больше как авторитетным. Ничего подобного. Мы так не рассуждаем. Мы делаем акцент на том, что есть не только различные времена и сроки, есть еще и линии, которые проходят через все эпохи и разделы истории человечества. Например, Ной, почему он был праведным? Не потому, что он родился таковым. Послание к евреям, 11 глава, говорит о том, что он сделался наследником праведности по вере. Ной, он покаялся и, соответственно, по этой причине он стал праведным. Также сказано и про Авраама, что поверил Авраам Богу и это вменилось ему в праведность. И, соответственно, как человек спасался или как Бог спасал его, это проходит красной линией через все времена, через все века. И поэтому нам необходимо видеть и распознавать все эти параллели и все эти линии, которые проходят, как я уже сказал, сквозь все века и народы. И последний пункт. Ветхий завет игнорировать это опасно. Во Второзаконии 4.2 мы читаем следующее. Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте того. Соблюдайте заповеди Господа, Бога вашего, который я вам заповедую. То же самое сказано в 12.32, также притчи 30 глава 6 стих и в самом конце Библии Откровение 22.19 мы читаем и если кто отнимет что от слов книги пророчества этого, у того отнимет Бог участие в книге жизни. Итак, мы видим, что Ветхий завет и Новый завет абсолютно неразрывно связаны между собой и нам необходимо это иметь в виду. Спасибо за внимание, слава Богу за все, аминь.